Играет музыка Ваня, Ваня у нас так в лодке То есть вчера у нас был Саня и Саня, а сегодня Саня и Ваня Да, Саня и Ваня Ну не перепутаем, потому что и Саня мы знаем Будем стараться Стартанули, до Самары был штиль абсолютный После Самары такая нормальная, обычная волна Ничего такого сверхъестественного не было И пройдя, наверное, километров 30 от Самары, 40, наверное Произошел какой-то небольшой щелчок И лодку резко накренило в сторону Практически начало топить Ну то есть она накренула, так встала и все Глуши, поднимай Ну все А? Все Подожди, не заводи Что у нас, сментальная? А? Сментальная Не, почему есть? А? Все нормально? Слушай, да да, вроде даже не накрутили ничего Она не едет Техническая неисправность Произошла в 8 Ну, в 8.40 утра Ну то есть мы со старта сломались Мы остановились Позвонили Главному суде Попросили Пристать к берегу Пристали к берегу Петя Отдел Вейдерс И зашел, посмотрел Ну, сзади у мотора Все ли в порядке Трансовые плиты проверили Вроде все хорошо Но потом обнаружили Что у нас Отслоилось дно У лодки Вот он Да вот Тут оторвалось все Бочина Вон бочина Надо ее срезать Ну, понятное дело Что это надо отрывать Ну, потому что Лодка не может С таким куском Днище торчащим Мы оторвали один кусок Потом я вырвал Второй Третий Вот Пытаемся набрать скорость Лодка Ну, сильно заваливается Сразу Пришлось одну Трансовую плиту Поднимать полностью Другую полностью Опускать И только так Лодка шла ровно Но на скорости 35-40 км в час Ну, мы больше 40 км Не можем идти У нас рыбалка Одной точки А ее начинают кидать Она одну сторону В другую заваливается Конечно, неприятно Когда такие вещи происходят Потому что мы сегодня Были уверены Что мы объедем Все наши районы У нас сегодня Был достаточно длинный маршрут Который мы себе надумали Но с первой же точки Мы обошли Экипаж Фельдман-Фролов Вот, объехали И минут через 7 После того, как мы их обошли Ну, от старта Соответственно Мы Ну, произошла вот эта Техническая неприятность Вот эта поломка И когда мы все-таки Доползли до района С которого хотели начать Ну, он уже был занят Как раз Фельдман-Фролов Который нас обошли дальше Ну, то есть Это абсолютно нормально Это спортивно Но мы приехали И поняли, что первой точки у нас нет Ну, они стоят там Там стоят На точке прям Придя на следующую точку Мы обнаружили там два экипажа Придя на следующую точку Там еще два экипажа Мы целый день Катались В таком режиме Сразу же попросили Чтобы нам посмотрели Какую-то, ну, знакомых Какую-то лодку подменную Потому что до финиша нам не доехать Ну, во-первых Это очень было опасно Что лодка может развалиться До конца Просто нам просто Разлоится это дно Хоть она и не текла Но опасность существовала Такая, что она может потечь Просто в любой момент Днем у нас вывалился Оператор Из лодки Мы перемещались На электромоторе Мы меняли Локацию Ну, чуть-чуть То есть не на маршевом двигателе А на электромоторе Нам нужно было сдвинуться Чуть-чуть На два клика вправо Вот Он стоял просто На самом краю И, ну Когда лодка Стала медленно двигаться Он просто как-то взял И вышел Из них Вот Вышел И торчит Такой Что-то впадите Но мы его быстренько Подхватили Быстро втащили Обратно в лодку Мы его Поймали Успешней, чем щуку То есть С первого раза Зацепили Затащили в лодку То есть Все нормально Переодели Чаем горячим Напоили Оператор тоже Не пострадал Все хорошо Надеюсь Не заболеет Оборудование Тоже не пострадало В общем Он так вышел И зашел Ты рюкзак-то свой Не потерял Ну и затем Было Две или три поклевки Три, наверное Поклевки Вернее сказать Два контакта И одна поклевка Поймали Вот одну щучку Поймали Затем нам пригнали подменную лодку, на которой сейчас сижу. И мы отправились домой, потому что скорость намного меньше у этой лодки, чем у нашей. И дорога домой составляет намного больше времени. Приборы снимайте, Лех. Приборы снимайте. Дали нам Нордсиллер 610, на котором мы хотя бы дошли до обзвешивания и не потеряли тот вес, который есть. Этот этап вообще довольно-таки своеобразный. Уже 5 лодок полегло. Из 30. Так что... Ну, это такая вода. Она тяжелая, на самом деле, вода. Ну, сейчас вечером будем просто крепко думать, что нам делать. Потому что у нас есть варианты. А вот и терять нам особо нечего. И общий вес второго дня 24 килограмма 90 грамм. Сегодня только одна рыба. Рыба у нас сегодня не клевала, да и... Ну, не клевала. Пошли. Тюланов-Денисов. Приготовится... Збурчу. Это залия Боручий Громов. Залия Ивановича Сахин. Залия Маргалия Тури. Залия Сильмон-Фролов. А Тюланов-Денисов после первого тура занимает... Третью строчку в координарной таблице с 21 килограмм 870 грамм. Вы в прямом эфире все видели. Вы видели, как она валялась. А ребята предъявляют на взвешивание один из пляж рыбы. Ну, какой рыбы? Но очень хорошая рыба. И общий вес во второй туре 6 килограмм 240 грамм. Рыбу сдали. Рыба всего лишь одна. Весит 6200. Сейчас находимся на итоговом. Пока в промежуточном пятом месте. С отставаниями от лидера. Что-то порядка килограмм 17 килограмм. Это понятно, что будет отыграть за один этап очень тяжело. Но... Ладно, посмотрим. Будем стараться, по крайней мере, отыграть. Или привести на максимум. Но... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, там можно и соревноваться на ней. Нет, она больше 40, и ее заваливает просто на один, вон на тот бок и все. А трансляплита? Без разницы. Это расстояние корпуса. Всю бочину ободрало. Понятно. Просто сорвало на скорость. Всю левую сторону. Нравится? Как такое может нравиться? И что, по итогу получилось? Она на плаву, да? Да. Ну, она только не едет. Завтра будет новый день. Завтра будет у нас другая лодка. Лодка приедет от Димы Зюзиной из Ярославля. Это его лодка, на которой он выступает и ловит рыбу. Она очень неплохо укомплектована. Насколько я знаю, она у него достаточно быстрая. Ночью сегодня мы его встретим, посмотрим, что за лодка. Перенесем точки, перенесем треки и будем играть на том, на чем возможно. Ну, ничего страшного не произошло. Ну, как? Лодка ее отремонтирует, конечно. Но у нас уже едет Финвал. Мы завтра будем выступать на Финвале. Так что мы в бою. Мы будем биться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok